За последние две недели в больнице поступило 10 пациентов с диагнозом обморожения. У двух из них установили третью степень и сейчас они проходят лечение. В первую очередь страдают кисти рук и стопы. В основном это мужчины, те, которые пытаются завести свои автотранспортные средства, без перчаток достают аккумуляторы, находятся на морозе, соприкасаются руками к металлу. Многие спешат, многие думают, что быстро сейчас успеют что-то сделать, снимают перчатки для удобства, не замечая, что холод подступает. Прогноз на оставшийся месяц обещает потепление до минус четырех. Но даже в такую погоду можно получить холодный удар, особенно на длительных прогулках или после застолий. В состоянии алкогольного опьянения, если человеку стало плохо и он упал, например, в снег, он получит через какое-то время непродолжительные такие же обморожения, как и, например, человек, который в 40 градусов снял только перчатки. Перед выходом на улицу не забудьте посмотреть прогноз погоды. Также отслеживайте свое состояние в процессе прогулки. Врачи выделяют тревожные признаки переохлаждения. Покалывание, ломота, белесоватость кожных покровов, белые. То есть при надавливании, например, кожа не розовеет. Не надо сразу к батарее руки совать и тем более кипятком их поливать. Можно просто отогреться горячим чаем, чтобы общего переохлаждения не было. Подержать какой-нибудь теплый предмет, не горячий, теплый. Не растирайте руки, тогда будет слишком резкий перепад температур. Если симптомы обморожения не проходят, стоит обратиться в приемный покой.